Друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и писать комментарии. Это очень меня радует. Вам не сложно, а мне приятно. Всем заранее спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Все, о чем я расскажу, начало происходить совсем недавно. Проснувшись однажды глубокой ночью, я сначала не понял причину своего пробуждения. Мой разум еще не успел полностью включиться, и я пребывал в полусне, когда вдруг услышал неприятные звуки, идущие со стороны окна. Через четверть минуты я окончательно проснулся и со страхом понял, что это. По комнате разносился тихий, слегка раздражающий скрежет, словно кто-то царапал стекло острым предметом. Я слегка приподнялся и заметил темный силуэт за окном. Осторожно встав с кровати, я направился к окну. Но в этот момент силуэт скрылся, исчезнув из поля моего зрения. После небольшого осмотра оказалось, что никаких царапин, повреждений, пятен и разводов на стекле нет. Все было чисто. В тот момент меня это сильно напугало. Но уже на утро я был полностью спокоен, и был почти уверен, что произошедшая ночью мне просто приснилась. Однако, мое спокойствие длилось не очень долго. Уже через два дня мне снова посчастливилось проснуться посреди ночи от раздражающих жутких звуков. Осторожно поднявшись на кровати, я посмотрел в окно. Было довольно темно, но, к сожалению, это не помешало мне увидеть то, что находилось по ту сторону тонкого стекла. На его жутком бледном лице красовались огромные черные глаза, сверлящие меня безумным взглядом. Над застывшим в широкой улыбке ртом, с большими сомкнутыми зубами, виднелся вполне обычный человеческий нос. А по бокам головы можно было увидеть свисающие вниз редкие черные волосы. Я смотрел на это нечто около минуты, находясь в ступоре от сильнейшего страха. Но затем понял, что надо что-то делать, и резко встал с кровати. В этот момент существо за окном подалось в сторону и исчезло из поля зрения. Вскоре я начал понемногу приходить в себя и осторожно подошел к окну. У меня тряслись руки, холодный пот лил рекой. На улице ничего не было, а на стекле снова не оказалось никаких следов. Чтобы окончательно взять себя в руки и успокоиться, мне потребовалось около двух часов. И даже когда я уже засыпал, то не переставал периодически поворачивать голову и смотреть на окно, думая о том, что эта тварь появится снова. Однако в ту ночь больше никто не появился, и в конце концов мне все же удалось заснуть. Спустя пару дней, когда мои беспокойства уже начали ослабевать, и я думал, что все ужасы наконец закончились, по возвращении с работы я заметил сколы на окне моей комнаты. Они выглядели так, словно стекло ударили каким-то небольшим предметом. В тот вечер я никак не мог уснуть, и все время думал о том существе. Прошел один час, второй, третий. Я уже стал засыпать, как вдруг услышал резкий звук, от которого чуть ли не упал с кровати. Это был удар по стеклу. Ожидая худшего, я медленно приподнялся и посмотрел в окно. С улицы на меня снова смотрело то жуткое существо с бледным лицом и большими черными глазами. Но на этот раз, вместо широкой улыбки, я увидел злобный оскал, состоящий из множества острых зубов. А это нечто с дикой ненавистью смотрело на меня, а я в ступоре лежал и не знал, что мне делать. Спустя полминуты мне не без труда удалось заставить себя пошевелиться, и я начал судорожно искать свой телефон на кровати. В тот момент, когда я нашел его и включил на нем фонарик, за окном уже ничего не было. Остаток ночи я провел, всыпившись в одеяло, и неотрывно глядя на темные виды улицы по ту сторону стекла. Следующие несколько дней все было спокойно, и никто не приходил. Однако, от пережитого ужаса, я уже не мог нормально спать, отчего каждую ночь просыпался и подолгу смотрел на окно. Одним вечером, возвращаясь домой с работы, я заметил своих соседей с подъезда, которые стояли около дома и оживленно что-то обсуждали. Увидев меня, они сразу же начали задавать мне вопросы о том, не замечал ли я в последнее время чего-то странного или подозрительного. Оказалось, что сегодня утром в подъезде обнаружили тело Сергея. Это был мужчина средних лет, который жил в квартире надо мной. То, в каком состоянии находился труп, повергло всех в шок. Никаких травм и внешних повреждений у него не было, но при этом все внутренние органы у него отсутствовали, словно их выкачали из тела. Услышав все это, я и сам ненадолго впал в ступор, вспомнив то жуткое существо, но затем ответил, что ничего не видел, и отправился к себе домой. Даже учитывая все обстоятельства в рассказы о монстре за окном, вряд ли бы так просто все поверили. Зайдя в свою квартиру, я закрылся на все замки и начал проверять все вокруг на наличие посторонних следов. На окне в моей комнате появились уже новые сколы. Единственным правильным решением в этой ситуации было бы как можно скорее убраться оттуда, переехать или хотя бы временно снять квартиру на другом конце города. Но по закону подлости, именно тогда у меня было очень плачевное материальное положение. Денег едва ли хватало на самые минимальные вещи первой необходимости. Поэтому о том, чтобы куда-то переехать, не могло идти и речи. Я пытался договориться с родственниками и знакомыми о том, чтобы пожить недельку-другую хоть у кого-то из них. Но у них, у всех, неожиданным образом тоже появились серьезные проблемы и трудные ситуации. Даже у тех, у кого в принципе никогда не было проблем. Хорошие друзья, конечно. Вечером этого дня я с большим страхом и беспокойством лег спать, не переставая постоянно приподниматься в кровати и смотреть на окно. Естественно, быстро уснуть у меня не получилось. Через два часа тщетных попыток заснуть, я осторожно встал и отправился на кухню, чтобы попить воды. Включив на кухню свет, я подошел к столу и взял в руки графин с водой. В этот момент мой взгляд уловил какое-то движение за окном, а затем раздался громкий сильный стук по стеклу. От неожиданности я выпустил из рук графин, который в дребезге разбился у меня под ногами. Выпучив свои черные глаза и обнажив в злобном оскале острые зубы, на меня снова смотрела эта жуткая тварь. Однако, на этот раз я не впал в ступор от страха, а начал медленно пятиться назад. Босая нога ступила на острый осколок стекла. Мое лицо скривилось от боли, но я не издал ни звука. Спустя несколько секунд существо за окном вдруг резко повернуло голову в бок, а еще через мгновение так же резко ринулось в эту сторону, исчезнув за стеной дома. Я еще какое-то время стоял на месте с осколком стекла в пятке и прислушивался. Вокруг была полная тишина, никаких звуков не было слышно. Когда я перебинтовал ногу и убрал с пола все осколки, то просто сел за стол на кухне и остаток ночи просидел, глядя на улицу за окном и попивая чай. Наступило утро, я уже собирался идти на работу, как вдруг в подъезде раздался истошный женский крик. Мигом подбежав ко входной двери, я замешкался, думая о том, стоит ли мне выходить из квартиры или нет. Крик повторился, и я рывком открыл двери. В пролете выше стояла до смерти перепуганная женщина средних лет. На ступенях подъезда виднелись кровавые пятна, которые тянулись в соседнюю со мной квартиру. Дверь в нее была приоткрыта, а в проеме лежал труп моего соседа Жени. На месте его глаз были кровавые отверстия, а тело в области живота было сморщено и деформировано. Женщина помчалась наверх, а я захлопнул двери и закрылся на все замки. Полиция приехала очень быстро. Вероятно, я был далеко не единственным, кто ее вызвал. Мне задали несколько вопросов. Я рассказал, что ночью слышал стуки по окну и показал им сколы на стекле. Они посмотрели на них и что-то записали. Слушая разговоры людей в подъезде, я понял, что из тела Жени, как и из предыдущей жертвы, были выкачаны все внутренние органы, а плюсом к этому еще и глаза. Одно легкое валялось на пороге выхода из подъезда, остальные органы бесследно пропали. На работу в этот день я так и не пошел. Начальник, услышав про труп, сразу перестал задавать лишние вопросы и сказал приходить завтра. Весь день я пытался найти, куда можно съехать. Доставал всех знакомых своими просьбами и мольбами, чтобы хоть немного пожить у них, но всегда получал только один ответ. У меня даже была идея, чтобы просто взять и напиться ко всем чертям на свои последние деньги, но я отбросил эти дурацкие мысли. К вечеру у меня разболелась голова из-за всех этих бессонных ночей и накопившегося стресса и переживаний. Уже не было никаких сомнений, что убийство в доме совершает именно то существо, что приходит ко мне по ночам. В последний раз она рванула как раз в сторону квартиры Жени, которого наутро обнаружили мертвым. Я взял с кухни молоток и устроился в комнате на кровати. Теперь у меня было хоть какое-то средство самообороны. Мне хотелось посмотреть, написали ли об этом что-нибудь в новостях. Немного полазив в интернете через телефон, я нашел информацию об этих случаях на нескольких новостных сайтах, но там было лишь написано, что в нашем доме умерло двое человек. Никаких других деталей указано не было. Наступила ночь, а вместе с ней пришло и чувство страха. Сильно хотелось спать, но тревога и беспокойство не давали мне вырубиться, и я продолжал пристально смотреть на окно, сжимая в руке молоток. Время шло, напряжение нарастало, и я начал понимать, что ни за что не буду применять этот молоток против неизвестного существа, и в случае опасности постараюсь просто убежать. В спокойной, безопасной обстановке мне казалось, что я смогу защищаться и отбиваться, но когда дело дошло до опасной ситуации в реальности, все это рвение сразу же куда-то улетучилось. Было уже около часа ночи, когда мне в голову пришла идея о том, чтобы попытаться спрятаться, ведь существо вряд ли будет ломиться в квартиру, если увидит, что в ней никого нет. Я начал осторожно вставать с кровати, и в этот момент увидел за окном бледное лицо. Вовремя ничего не скажешь, пронеслось в голове. Существо со злостью смотрело на меня с улицы, а я сел обратно на кровать и вцепился в рукоятку молотка, который я, скорее всего, даже не буду использовать. Это продолжалось около минуты, после чего существо медленно подалось в сторону, исчезнув за стеной дома. Ушло. С облегчением выдохнул я, но ошибся. Раздался громкий стук, чем-то похожий на удары по стеклу в предыдущей встрече с существом. Только на этот раз удар пришелся во входную дверь. Я резко вскочил, со страхом глядя на старенькую деревянную дверь. Если эта тварь попытается ее выломать, то есть вариант выбраться через окно. Раздался еще один стук, и я сделал шаг в сторону окна. Наступила недолгая тишина, в которой, я кажется, даже слышал, как бьется мое сердце. А затем раздался звук, от которого я сразу же побежал к окну и замер возле него. Раздались постукивания и скрежет в замочной скважине. Однако, вскоре они прекратились. Вновь наступила давящая гробовая тишина. Пот лился рекой, а руки слегка потрясывались. Я решил, что нужно вызвать полицию, но понял, что оставил телефон на своей кровати. Очень осторожно, не издавая вообще никаких звуков, я начал идти в его сторону. И буквально через пару секунд за моей спиной раздался оглушительный звон разбивающегося в дребезге старого стекла. Я практически полетел ко входной двери, мигом преодолев расстояние в несколько метров. Но там меня ждал неприятный сюрприз. Замок не поворачивался и его словно заклинило. Так эта тварь сломала замок. Со скоростью гепарда я обернулся и побежал на кухню, успев на мгновение увидеть то, что меня преследовало. По телосложению оно напоминало худого человека, который неестественно дергаясь бежал за мной. Огромные черные глаза на его перекошенном от злости лице смотрели на меня хищным безумным взглядом. Времени открывать окно у меня не было, так что я с размаху разбил стекло молотком и выпрыгнул плечом вперед, снося оставшиеся части стекла уже своим телом. После приземления на траву я быстро вскочил на ноги и изо всех сил побежал в случайном направлении. По всему телу пошла жгучая боль от множественных порезов. Было ощущение, что в некоторых местах из меня до сих пор торчат осколки стекла. Вскоре я увидел впереди оживленную трассу, по которой даже ночью часто приезжают машины. Однако в тот момент там не было ни одного автомобиля. я хотел продолжить бежать прямо по этой трассе, чтобы привлечь к себе внимание, но пластом рухнул вниз, потеряв сознание от потери крови и изнеможения. Очнулся я, уже лежа на заднем сидении машины по пути в больницу. Проезжавший мимо молодой парень заметил меня, лежавшего без сознания и истекающего кровью. Он решил самостоятельно отвезти меня в больницу, благо она была недалеко. Не знаю, как та тварь смогла так спокойно влететь в квартиру, разбив стекло, потому что меня пришлось буквально спасать. Крови я потерял очень много. Следующие две недели я провел в больнице, где после множества обследований у меня обнаружили онкологию, а именно рак легких. В конце концов, я все-таки смог снять квартиру на другом конце города, а в тот дом даже не возвращался. Сейчас, как ни странно, все постепенно налаживается. Я уже не нахожусь в критическом материальном положении, а выявленный на ранней стадии рак скоро удастся победить. В том доме произошло еще одно убийство, после которого все затихло. В социальной сети мне удалось найти страничку последнего погибшего, где он признался, что у него был рак последней стадии. Теперь я похоже понял, что то существо убивало людей больных раком, а на меня оно долго не решалось напасть, так как болезнь была на ранней стадии. Но я уверен, что никакой морали в этих убийствах нет, и оно нападало на таких людей просто потому, что они были для него более привлекательны, как еда. Я часто вспоминаю ту ночь, когда за мной погналось существо, как я стою спиной к окну, и только потому, что забыл на кровати телефон, начинаю идти вперед, а в комнату сзади залетает тварь. Кто знает, смог бы я от нее убежать, если бы так и продолжил стоять на месте вплотную к окну. Продолжение следует...